Этот матовый черный iPhone 7 спустя 6 лет был куплен ровно за 10 тысяч рублей. У нас 32 гигабайта. Мы видим, что корпус немножко поцарапан. Но когда-то этот смартфон был просто самым флагманским, самым желанным смартфоном в мире. Посмотрим, на что он способен сейчас. Есть ошибочное мнение, что сейчас меньше, чем iPhone XR или iPhone 11 покупать не стоит. И при этом в 2022 году Apple начинает продажи iPhone SE 3 за 430 долларов, который выполнен в корпусе iPhone 7 настолько, что у них даже чехлы одинаковые. И дисплей iPhone 7 точно такой же, что и iPhone SE 3 2022 года, за исключением нескольких технических мелочей. Человеческий глаз этого просто не замечает. По дизайну iPhone 7 выполнен в металлическом корпусе. Это последний металлический iPhone. И сейчас мало где можно встретить вообще металлические смартфоны. Что мы имеем спустя 6 лет? Этот смартфон очень легко ремонтировать. Потому что новые iPhone, да и новые Samsung и китайские бренды, они очень дорогие. Здесь замена дисплея вместе с работой нам сказали 2500 рублей. Конечно, это не оригинал. Но за это время китайцы научились изготавливать очень качественные дисплеи, которые не отличившие от оригинала на первый взгляд. 2500 рублей за замену дисплея с работой, а замена батарейки вместе с работой 1200 рублей. То есть этот телефон можно носить смело без чехла. Наслаждаться его дизайном, эргономикой. Потому что он на самом деле очень классно ощущается в руках. По своим размерам им очень удобно пользоваться. Конечно, мы не говорим о просмотрах сериалов или фильмов. Но вот листать ленту инстаграма, писать в WhatsApp сообщения, звонить одной рукой, просто одно удовольствие. И пусть вас не смущает одна камера iPhone 7. Потому что в Android смартфонах, прямых конкурентах iPhone 7 за 10 тысяч или 12 тысяч рублей, мы часто видим три камеры. Но там по сути тоже одна камера. Ну и плюс абсолютно бесполезные две камеры по 2 мегапикселя. Которые устанавливают, что просто заинтересовались неподготовленного покупателя. По сути, камера iPhone 7 в 2022 году, она все еще может конкурировать с бюджетными смартфонами на Android за 15 тысяч рублей. По качеству фото, конечно, Android за 150-200 баксов фотографирует где-то лучше. Потому что на бумаге у iPhone 7 нет ночного режима, нет портретного режима. Но iPhone 7 делает фотографии очень быстро. Очень быстро и без ошибок. Количество смазанных кадров iPhone 7 даже порой меньше, чем в Android за 20-25 тысяч рублей. Но у iPhone 7 есть офигенно плавное, стабильное видео в 4К 30 кадров в секунду. И также в 1080p 60 кадров iPhone 7 уделывает многие бюджетные Android. То есть поплавно в те видео, это все еще очень классный смартфон. Если по камерам много спорных моментов, что лучше iPhone 7 или Android, то вот по использованию в обычной жизни у iPhone 7 на самом деле очень классная эргономика. Великолепный Taptic Engine, то есть вибромоторчик и тактильный отклик от использования iPhone 7 тут просто великолепный. Про защиту от воды, которая когда-то была в этом смартфоне мы говорить не будем, но с точки зрения использования металлический смартфон оставляет в руках очень хорошее ощущение. И его не так легко разбить, как скажем стеклянно-пластиковые смартфоны, которые сейчас выступают в средней бюджетной ценовой категории. Ну и по работе в сравнении с Android смартфонами за 10-15 тысяч рублей, у iPhone 7 работа идет вполне хорошо. Несмотря на то, что здесь всего 2 гигабайта оперативной памяти, и с каждым обновлением этого будет хватать все меньше и меньше, на данный момент iPhone 7 можно вполне использовать. Конечно не в играх, конечно не в монтаже видео, но о каком монтаже видео, в каких играх может идти речь, если здесь очень маленький дисплей. iPhone 7 я вижу в качестве идеального второго смартфона, потому что ну реально он такой же классный, как и iPhone SE 2022 года, просто он стоит ну копейки реально по меркам iPhone, это очень хороший прайс за такой смартфон. Но есть еще пользователи, которые iPhone 7 пользуются повседневной жизнью в качестве единственного смартфона. Тут вопрос просто один, ну жить с батарейкой уже сложно, потому что изначально маленький объем батарейки с годами становится все меньше, с обновлениями конечно же идет больше расход, и дело в том, что iPhone 7 он тогда был не самым автономным смартфоном в момент выхода в 2016 году, а сейчас спустя 6 лет этот смартфон требует зарядки ну как минимум 2 раза в день. А в качестве звонилки, социальных сетей, интернета, потому что для всего остального многие люди используют компьютер на работе, планшет дома, и в таком сценарии конечно iPhone 7 может подойти. То, что у iPhone 7 маленький дисплей, это вообще не проблема, потому что привыкаешь к такому дисплею. По поводу совместимости тут все работает хорошо, потому что новые приложения по-прежнему адаптируются разработчиками под такой дисплей, потому что Apple обязывает разработчиков про совместимость с дисплеями iPhone SE 3, и поэтому владельцам старых устройств iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 повезло, потому что эти дисплеи будут адаптированы под новые приложения. Ну а так дисплей качественный, IPS, с хорошим разрешением, но смотреть фильмы на iPhone 7, несмотря на то, что он поддерживает стереодинамики, то есть во время видео играет и нижний и верхний динамик, некомфортно, потому что на самом деле дисплей маловат, и батарейка просто тает на глазах. Ну и конкретно в этом iPhone, я стал замечать, что корпус стал больше нагреваться под какими-то нагрузками. Дело в том, что чип греется, и с годами использования все больше и больше будет прогреваться, потому что происходит некоторые естественные физические процессоры, например, высыхает термопаста, прочие элементы изнашиваются. С годами новые операционные системы требуют большего ресурса, и поэтому под нагрузками iPhone 7, но еще потому что на металлический корпус, он уже стал греться. Но это абсолютно не критично, потому что сейчас некоторые Android смартфоны с очень мощными чипами перегреваются намного больше, чем iPhone 7. Просто некоторые изменения произошли. Ну а по поводу задумчивости iPhone 7, он все делает, например, когда мы кадрируем какое-то сложное видео, он просто думает чуть дольше, чем, скажем, 13 iPhone. Ну а для всех любителей iPhone 7, Apple выпустили iPhone 12 mini и 13 mini. И в сравнении с iPhone 7 12 mini кажется уже, конечно, куда современнее, у него дисплей на все, но смысл использования iPhone 7 и iPhone 12 mini не такой разный, потому что тут, в принципе, одна и та же операционная система. И седьмой iPhone, так же, как и восьмой iPhone. Это классные смартфоны, если вы хотите купить себе первый iPhone, если вы хотите попробовать операционную систему от Apple, если вы хотите использовать компактный смартфон в качестве второго смартфона. Это классное решение за очень бюджетный прайс, потому что ближайший конкурент iPhone 12 mini, ну он стоит, наверное, раза в 4 дороже. По сути, в принципе, установлена одна и та же операционная система. Конечно, смартфоны разные, там и по материалам, и по работе, по камерам, по дисплеям много что изменилось. Но концепция iOS, она одна и та же, что на iPhone 7, что на самом последнем iPhone, потому что они работают на одной и той же операционной системе. Ну и все-таки фишка iPhone 7 является его эксплуатация, его очень легко починит. Аксессуары на него можно купить практически в каждом магазине, их огромное количество. И iPhone 7 абсолютно не теряет в цене. Можно купить на вторичном рынке iPhone 7, использовать его год-два и точно по такой же цене продать, потому что эти смартфоны уже не падают в цене. Если вы спустя 6 лет используете iPhone 7, iPhone 6, iPhone 8 или iPhone SE 2020, напишите ваше мнение про эти смартфоны, на что вы потом планируете поменять, или хотите оставить наследство внукам. Спасибо за просмотр, до новых встреч.